так как сегодня 7 апреля всемирный день здоровья сдаемся вопросом что скрывает кровь и стоит ли бояться донорство и переливание зачем это вообще нам все нужно я знаю что у нас на связи есть человек с достаточно сильной историей с которым я хочу пообщаться аурика родко мама онкобольного ребенка здравствуйте аурика мне очень приятно что вы сегодня уделили нам время что смогли выйти в эфир сегодня с утра расскажите пожалуйста вашу историю давайте вкратце опишем какие же этапы вам удалось пережить как вы себя сейчас чувствуете и какую самая главная роль в этом сыграла именно донорство у меня есть сын рома это мой первый ребенок 1 ноября 2019 года нам поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз и с первого числа мы нас положили в отделение которым мы началась наша борьба за жизнь мы лежали целый год больницам этот год для нас был очень трудный очень сложный было очень много всего была реанимация но с божьей помощь помощь врачей с помощью не без различных людей мы находимся сейчас дома на поддерживающей химиотерапии в таблетках которая продлится полтора года и верим что это закончится и рома начнет жить жизнью обычного маленького ребенка без таблеток без капельницы ну как обычный ребеночек аурика скажите пожалуйста какую роль в вашем лечении сыграла именно плазма крови я так понимаю что вам нужно было переливание именно этого компонента крови когда переливание крови нам делали часто с самых первых дней потому что лейкоз это когда хорошая клейкоз на мозге не вырабатывается вырабатывается только плохие получается гемоглобин лейкоциты тромбоциты у него не вырабатывались нам постоянно капали кровь и тромбоциты когда капалась химия он принял больше он прошел более ста химии и падали показатели крови и на посты можно было кровь нам нужно было плазма это лекарство которое делают из плазмы крови называется альбумин это белок в крови мы его тоже очень много откапали спасибо всем донорам которые приходили сдавали свою плазму для нас и потом с которой делали нам это лекарство оно очень дорогое как бы без плазмы с крови можно сказать лечение не проходило это просто невозможно это все было сделать аурика скажите сколько вам нужно было доз альбумина в неделю например и сколько одна доза стоит чтобы наши зрители понимали масштаб скажем так лечения ну альбумины нам могли копать и каждый день в пределах недели двух недель могли копать там раз в месяц там раз в две недели это уже смотрели по анализам ну как химия повлияло на это все ну очень много будет делать альбумина мы откапали я даже так и не посчитаю сейчас быстро потому что это ну это просто одно из лечений наших тоже было то есть это колоссальное количество скажите а вот если просто препарат альбумин купить на рынке сколько он может стоить и я так подозреваю что благодаря небезразличным людям все таки вам удавалось как-то эту цену немного снизить бутылочка альбумина когда накапали она стоила до 3000 гривен это одна бутылочка и благодаря людям которые приходили и сдали кровь биофарму плазма днепро в город днепре они приходили сдавали свою плазму для нас и биофарма плазма днепро давала нам ее бесплатно возможности когда доноры сдавали кровь и собиралось определенное количество плазмы и можно было сделать это лекарство для нас я очень благодарна донорами биофарма плазма днепро что они нам помогают с первого дня и сейчас они нам помогают и доноры сейчас и много спрашивают как у нас дела приходят уже не один раз сдают для нас кровь но это очень приятно это огромное спасибо это это просто постоянно для нас они спасли не только жизнь моего сына но и нашу жизнь и жизнь наших близких это это колоссальная поддержка для нас скажите как сейчас себя чувствует рома чувствует себя уже можно сказать хорошо как обычный ребенок бегает играется после от выписали нас в ноябре месяце домой у него болели еще ножки он сильно поправился на гормонах но сейчас уже он уже похудал он уже приобрел свой прежний вид которым он был уже у него уже в агусики отросли лечимся пьем химиотерапию в таблетках но сейчас мы не пьем потому что он привалил немножко лечимся ауренька можно вам задать вопрос а вы сами сдаете кровь для болеющих людей то есть вы делаете какой-то возможно такой ответ тем людям добрым которые вам помогли ну до рождения рома я несколько раз и сдавала кровь ходила конечно но сейчас и сейчас еще не было потому что уделяю время ребенку мы сидим с ним это каждый час у нас прием таблеток но когда верю надеюсь что все ладится конечно же возобновлю это доброе и благое дело мой муж сдает кровь на постоянной основе у него даже есть книжка почетного донора как бы когда верю что верим что ромчик вылечится закончится у нас эти таблетки и по-любому я наблю это дело и буду конечно же ходить и помогать хотя бы таким образом людям потому что это для своего организма очень хорошая процедура и можно спасти чью-то маленькую или взрослую жизнь ну это очень такое ответственное и доброе дело которое может каждый человек прийти и по мере возможности и времени это сделать спасибо вам большое аурика за то что к нам сегодня присоединились выделили в своем плотном графике для нас время рассказали о своей истории на самом деле это очень важно я вас благодарю и хорошего вам утра но тут хочется сказать спасибо и вам тут хочется сказать что в сфере переливания крови до чего же скрывать вообще всей трансплантологии есть большое количество каких-то мифов мистификации мол кровь это какая-то вот такая сакральная жидкость организма и лучше ее все держать при себе и никому не отдавать развеивать эти мифы мы будем с человеком который не жалеет свою плазму крови ради спасения людей и он же в том числе сдавал плазму крови для маленького ромы героя нашего предыдущего включения сына аурики радко александр без углы я надеюсь уже совсем скоро сможет подключиться к нам если это возможно сделать я бы была очень рада услышать александра александр доброго утра доброго утра ну расскажите пожалуйста вообще как вы узнали об истории потому что это очень важно скажем так определить тот канал откуда вы узнали о том что маленькому роме нужна кровь нужна плазма крови ну и расскажите пожалуйста как это происходит как вы готовитесь значит о роме я узнал от илоны я закаливаюсь занимаюсь закаливанием на зимнем пляже у нас собирается очень много интересных людей и у меня достаточно интересная история по этому поводу вообще я в детстве переболел желтухой и мне в принципе нельзя сдавать кровь и плазму в том числе но вот благодаря биофарме оказалось что я могу даже каким-то образом поделиться да своей кровью как кому-то помочь и я очень сильно этому рад и уже там в биофарме я от илона узнал что ну не то чтобы там хотелось просто помочь именно конкретно какому-то человеку то есть не просто там сдать и и все а вот именно конкретному человеку помочь я узнал что есть такой мальчик рома у него такая болезнь тяжелая их захотелось вот именно ему конкретно помочь как я готовлюсь ну я в принципе занимаюсь здоровым образ жизни я веду закаливание мне физические нагрузки питание правильное поэтому просто там есть определенные в диете поправочки да перед тем как сдавать кровь я их соблюдаю и в принципе все нормально а можете поподробнее рассказать об этих поправочках как вы говорите я знаю что например нужно больше воды пить накануне расскажите вот этот процесс как он происходит у вас вообще в быту да действительно нужно пить побольше воды это сжижает кровью она тогда просто ну проще организму ее отдать скажем так вот второй важный момент это нельзя ничего жирного то есть вплоть до того что если там вечером вот у меня ужин овощной салат я обычно ем то даже его нельзя заправлять и маслом даже оливковым то есть это вот просто такой скажем набор овощей до печенье амрия вот рекомендуют врачи перед этим чай ну и много жидкости до молоко нельзя то есть ничего вот такого вот нельзя каша если даже вот там утром меня завтрак овсянка то я просто кипятком завариваю там ягоды ложу банан нельзя вот и собственно иду на уже на донацию как часто вам можно сдавать плазму и вообще как часто вы ее сдавали именно для ромы значится по инструкции да если можно так сказать можно сдавать каждые две недели но я для себя выбрал режим такой вот раз в месяц в этот раз вот у меня получился перерыв два месяца но я планирую в дальнейшем все-таки придерживаться вот такого графика графика какой я себе выбрал именно раз в месяц я планирую приходить и сдавать кровь и планирую в дальнейшем сдавать ее именно для рома а расскажите вот для тех людей которые могут побояться прийти потому что ну там считают что у них недостаточно там здоровья или там ну в общем то им не хочется делиться своей кровью как вы себя чувствуете именно после донации что с вами происходит в этот день возможно вы как-то корректируете свой график для того чтобы немножко вот этот вот напряжение от неизвестности у тех людей которые возможно хотят сдать кровь немножко спала ну на самом деле у меня первый раз я когда сдавал у меня тоже был определенного момента такой страх можно сказать я думал что у меня будет там какой-то упадок сил особо никаких планов на день не строил но к моему удивлению как раз напротив появилась какая-то легкость какой-то позитив такой вот если можно сказать то есть хорошее настроение желание что-то делать и настроение и состояние в общем было просто отличное супер я бы даже сказал вот а для тем кто боится там по поводу здоровья своего то перед сдачей обязательно каждый раз берется анализ крови то есть ты таким образом даже можешь убедиться что у тебя все в порядке такая бесплатная скажем так как это правильно диагностика на здоровье проходит да я даже знаю что берут анализ на антитела и в следующий раз когда человек приходит на донацию можно узнать есть антитела коронавируса или нет это тоже такая приятный бонус такой да такое тоже причем это достаточно быстро то есть это не нужно там ждать сколько это буквально в течение пяти минут происходит там заполняешь как это анкету и потом пока ты ее заполняешь грубо говоря уже анализ готов если врач пропускает тебя то ты идешь расставать все спасибо вам большое за вашу вдохновляющую историю александр без углых донор плазма был с нами спасибо что подключились сегодня к нам я думаю что какой такой оплом спал по отношению к теме именно донорство я бы хотела сейчас зачитать небольшую не то чтобы эта статья была это некий путеводитель как быть донором где в днепре вообще можно сдать кровь давайте почитаем в днепре и области можно сдать кровь в днепропетровской областной станции переливания крови на проспекте богдана хмельницкого 17 собственно там и находится биофарма городская клиническая больница номер 4 на улице ближней городская клиническая больница номер 2 проспект сергей онигаян 53 специализированная медсанчасть номер 6 улица титова 29 и также я хотела бы сейчас вывести на экран адреса в городе каменском в кривом роге никополе и синельникова если нет возможности вывести я зачитаю для тех людей которые нас смотрят в области городская станция переливания крови улицы институтская это в каменском кривой рог криворожская станция переливания крови улица медицинская никополь городская станция переливания крови переулок трубников 56 дробь 2 и синельникова центральная районная больница улица мира 52 как мы видим Все-таки можно сдать кровь, даже если вы не находитесь в областном центре, в любой точке нашей области можно помочь этим людям и указать либо же просто на благотворительность сдавать кровь, либо же какому-то конкретному человеку, которого вы выбрали. Ну а я хочу огласить, что у нас на связи вдохновляющий доктор-диетолог, нутрициолог Дарья Левых. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, давайте поговорим о том, как можно, ну, немножечко помочь своей крови быть лучше. Главные продукты, которые можно использовать для того, чтобы улучшать состав крови и вообще возможно ли это сделать с помощью обычных продуктов питания? Конечно, возможно. Здравствуйте, доброе утро! Отличная тема. Я услышала, что вы говорили про донацию, донорство, да. Это на самом деле очень классная процедура. И я рекомендую даже людям с хроническими болезнями, такими как подагра или метаболический синдром, да, с избытком холестерина в организме, периодически обязательно сдавать кровь. Это в целях именно лечения, да, своей собственной крови. Если же говорить про питание и продукты, то нам нужно разделить, да, отделить мух от котлет, и так, слонов от мух. В общем, нам надо понять, что кровь — это наша соединительная жидкая среда в организме, да, она делится на форменные элементы крови, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и, собственно, плазму, да, жидкую её часть. И влиять продуктами мы тоже можем на каждый из этих звеньев. Если мы говорим про эритроциты, да, эритроциты — красные кровяные тельца, которые переносят гемоглобин, то гемоглобин, да, и чаще всего причиной, там, нарушения работы эритроцитов является дефицит железа. Если мы видим в анализе крови, да, снижение эритроцитов, уменьшение гематокрита, снижение гемоглобина, то чем мы можем помочь, да, или незначительное снижение, там, нарушение? Мы должны понимать, что, скорее всего, проблема в железе и где много железа. Это гречка, это яблоки, свекла, морковь, это тыквенные семечки, это смородина, да, это вот такая группа продуктов. Для того, чтобы железо усваивалось лучше, нам нужен обязательно белок. Белок — это все животные продукты, яйца, птица, рыба, телятина и так далее, да. И также это могут быть растительные источники белка, сейчас пока пост, многие постятся, да, это нут, чечевица, фасоль, горох. Эти продукты должны быть ежедневно в рационе. Если мы говорим, дальше смотрим, да, по общему анализу крови, например, может еще нарушаться, там, среднее содержание гемоглобина в эритроците, или там средняя концентрация гемоглобина в эритроците, это говорит, скорее всего, не только о дефиците железа, но и о дефиците витаминов группы В. Группа В, особенно В-12, содержится исключительно в животных продуктах. Это печень, это субпродукты, ну и, собственно, мясо, да. Незначительное ее количество есть в растительных, но это, как правило, водоросли или морские продукты, да. Другие, остальные витамины группы В, это злаковые, это гречка также, да, тыквенные семечки, орехи, семечки, зелень. Обязательно весной нужно включать в рацион зелень, шпинат, там, укроп, петрушку и так далее. Идем дальше. Если это тромбоциты, да, это то, что защищает нас от крови потери, здесь, как правило, продуктами не очень там мы можем влиять. Мы можем только сделать так, чтобы, скажем так, наш костный мозг помогал достаточно вырабатывать этих тромбоцитов для нас. Лейкоциты — это наша защита, наш иммунитет. И лейкоциты могут проседать, если человек не доедает белка. Вот сейчас в условиях поста, да, может такое наблюдаться, что человек не доедает белка, то есть он убрал все животные продукты, до этого он ел и мясо, и рыбу, и яйца, а теперь он ест макароны и булки, как правило, постящиеся, там, едят мивину, булки и так далее. И это плохо, потому что страдает наша кровь, особенно лейкоциты, которые защищают нас от вирусов, бактерий, вот вообще всего, да. Поэтому важно, снова-таки повторюсь, включать растительные источники белка. Нут, чечевица, фасоль, горох, соевые продукты, возможно, сыр тофу, которым много очень белка. И обязательно это орехи, семечки, да, чтобы были не только. Чуть-чуть я зависла. Всё в порядке с вами, у нас с вами прекрасная связь. Отлично, супер, супер, хорошо. Если пару слов о плазме, да, плазме, жидкая часть крови, то, как правило, мы видим, вот, кстати, на донации это хорошо видно, да, когда человек сдаёт кровь, и у него густая кровь, это значит, что жидкая часть её, плазма, да, она более густая. В плазме содержится очень много всего. Это наши белки, да, глобулины, наши все лейкоциты, ой, не лейкоциты, а именно глобулины, которые связывают, там, ферменты, гормоны, наши иммунные тоже клеточки. Вот для того, чтобы наша плазма функционировала хорошо, ей нужно наводняться, да. То есть нам нужно обязательно пить водичку по утрам. Деткам я обычно объясняю, что мы умываем животик, чтобы им было понятно, что мы утром умываем лицо, и нам обязательно нужно умыть ещё и животик, да, то есть наводнить свой организм внутри, чтобы плазма, чтобы лимфа получили эту жидкость и стали более такими жидкими, текучими. Потому что нам, пока мы спим ночью, да, в лимфе идут процессы, скажем так, обезвреживания, интоксикации, снятия интоксикации. Для того, чтобы всё это вывести утром, нужно обязательно выпить хотя бы два, лучше три стакана воды. Кроме этого, в плазме, да, ещё есть продукты обмена, такие как мочевая кислота, там, мочевина. Это то, что вырабатывают наши почки. Опять же, возвращаемся к воде, потому что обязательно нужно наводнять свою жидкую часть крови, то есть плазму. Спасибо вам большое, Дарья. На самом деле, у меня даже не осталось вопросов, потому что на все мои вопросы вы ответили сполна и даже, мне кажется, вдохновили немного наших людей правильно питаться и всё-таки правильно соблюдать водный баланс, потому что с этим, я знаю, у многих людей есть проблемы. Дарья Левых, вдохновляющий доктор-диетолог, нутрициолог была у нас на связи. Ну а мы продолжаем. Хочу сейчас зачитать, кто может стать донором в Днепре и будем связываться с врачом-педиатром, который расскажет нам главные мифы о гемоглобине, чего не стоит бояться, а чего, возможно, бояться стоит. Итак, донором, кто может быть в Украине? Может быть, любой гражданин Украины, который старше 18 лет, весит больше 50 кг, это важно, и не имеет медицинских противопоказаний к сдаче крови. Что относится к этим противопоказаниям? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что беременность или период лактации, год после операции, татуировок и пирсинга, инфекционные заболевания и период восстановления. После них период обострения аллергии и два месяца после обострения аллергии. Введение инъекций, вакцин или медикаментозный курс лечения период восстановления после, до года. Как раз в эпоху коронавирусную, кто, может быть, сделал вакцину, да, стоит повременить с создачей крови и плазмы крови. Менструации 5 дней после, употребление алкоголя последние 48 часов. Ну, я еще, когда задавала плазму, в брошюре было написано, что курить нельзя за 48 часов. Кто может себя сдержать, то welcome на донацию. Абсолютным противопоказанием для донорства являются инфекционные заболевания СПИД, ВИЧ, сифилис, гепатит и туберкулез, хронические заболевания в органах дыхания, зрение, пищеварение, сердечно-судистые системы, печень, желчных путей, почек, мочеиспускательные системы, злокачественные новообразования, воспалительные болезни, полное отсутствие слуха, речи, зрения, психические заболевания и заболевания центральной нервной системы, лучевая болезнь, кожные заболевания, ну и, конечно же, употребление наркотиков. Список противопоказаний здесь, написано, не является исчерпывающим в силу индивидуальных особенностей каждого организма. Рекомендовано обращаться к врачу перед сдачей крови. Ну, а мы знаем, что в центре, где у нас в Днепре, можно сдать плазму, обязателен прием врача перед донацией, и за свое здоровье можно не волноваться, так как там полностью от головы до пят вас сканируют и проверяют, делают анализы и так далее и тому подобное. Ну, а я хотела бы связаться с Еленой Нестеровой, врачом-педиатром детской городской больницы номер 6, для того, чтобы развенчать некоторые мифы о гемоглобине, которые, возможно, сформировались за период, ну, такого недостаточного медицинского просвещения. Елена, здравствуйте. Доброе утро. Ну, давайте. Можно ли с помощью гематогена поднять гемоглобин? Всех интересующий вопрос, потому что гематогенки любят многие, а насколько он полезен, неизвестно. Давайте. Ну, действительно, гематоген – это очень полезная штука. Единственное, что она является не основной терапией для поднятия гемоглобина, а только как вспомогательная, потому что белки, которые там содержатся в этом препарате, в этом веществе, да, в этой шоколадке, они помогают усваиваться гемоглобину, но не являются полной терапией, полным заменителем этого всего дела. Сколько гематогенок нужно съесть, чтобы не переживать насчет своего гемоглобина в день? Ну, скажем так, профилактическая доза где-то приблизительно 1-2 шоколадки где-то в сутки. Для того, чтобы адекватно восполнять... Слушайте, мне нравится такое лечение. Ну, смотрите, еще прочитала... Это может быть плохим, но оно может быть хорошим. Еще прочитала некоторые удивительные истории, я бы сказала, лайфхаки, я думаю, родом из СССР. Вот если яблочко потыкать железным гвоздиком, потом съесть, гематоген... Прошу прощения, гемоглобин поднимается или нет? Железо поднимется в крови? Ну, можно, конечно, схлопотать какую-то инфекционную болезнь от этого гвоздя, но яблоко само по себе, по факту, имеет железо, которое усваивается именно организмом. Поэтому тыкай яблоко, гвоздем тыкай, все равно ты будешь получать железо. Это не зависит от гвоздя, от качества и от количества. Давайте чуть-чуть от неформальных вопросов к более формальным, вообще небезопасным. Может быть, как недостаток, так и переизбыток гемоглобина? Или переизбыток не может быть небезопасным? Однозначно, как... Ну, нет ничего такого, чтобы недостаток либо избыток был, скажем так, в пользу. Недостаток гемоглобина, как и его переизбыток, пагубно влияют на организм, к сожалению. Поэтому нужно поддерживать определенную концентрацию эти вещества для адекватной работы организма. Расскажите, может быть, на каких-то практических примерах, как понять по своему самочувствию, еще не идя и не сдавая анализы, никакие, что с гемоглобином что-то не так? Может быть, его много, может быть, его мало, но какие-то симптомы? Ну, первое, что, скажем так, влияет на самочувствие, то есть, если недостаток гемоглобина, точно так же, как и его переизбыток, то это может быть слабость, это может быть вялость, это может быть головокружение, зачастую это большое выпадение волос, бледность слизистых, бледность кожи, плохая сворачиваемость крови, так же само, как и его, ее быстрая сворачиваемость, то есть, те симптомы, скажем так, которые очень часто распространены, но люди на них, скажем так, не обращают внимания, списывая на усталость, недосып, но на самом деле, даже тот же элементарный недосып может являться причиной низкого гемоглобина, потому что из-за того, что нехватка железа и гемоглобина, который переносит, собственно говоря, кислород ко всем органам и тканям, страдает организм от гипоксии, это очень, скажем так, опасно для организма. Ну, всем людям, которые рано встают, в том числе, своей редакции, я передаю привет, проверьтесь обязательно до гемоглобин. Скажите, пожалуйста, к чему это может привести? Вот, скажем так, просто лишь какое-то недомогание, легкое головокружение, ну, мне кажется, все мы с этим можем смириться, как те люди, которые не всегда, ну, будем честны, обращаем внимание в должной степени на свое здоровье. А как может выглядеть последствия вот такой безразличности, что ли? Ну, первое и самое очевидное это анемия. Анемия – это достаточно серьезное заболевание, которое, опять же таки, из-за анемии, недостатка железа, очень страдают органы от кислородного голодания, грубо говорить так. И из-за этого нарушается их функция, нарушается их работа адекватная, и вследствие этого могут образованы, могут, человек может страдать от различных заболеваний, от обострения хронических заболеваний очень часто, и анемия является как фоновой патологией для старта инфекционных заболеваний, вот зачастую. Хорошо, мы приняли так сведению, я надеюсь, передаю страстные подмигивания нашим телезрителям. Мне кажется, что это было достаточно полезно, то, что вы сказали, Елена Нестерова, врач-педиатр детской городской больницы номер 6, была с нами на связи, и мне очень приятно, что все-таки мы повышаем уровень осведомленности и просвещения, скажем так, в медицинских вопросах наших телезрителей. Тут хочется сказать, что не обращать внимания на свое здоровье, на свое самочувствие, все-таки иногда бывает чревато, и мы иногда не можем предугадать, и где же все-таки, ну, условно говоря, порвется, да, что называется, где тонко там рвется. Доноры, все-таки вернемся к ним, разные люди с разными судьбами, но похожей мотивацией. Они спасают жизнь, отдавая свою кровь и не получая за это какого-либо существенного материального вознаграждения. для поддержки донорского движения хочется пригласить пусть и виртуально в нашу студию Антонину Сердюк, главного врача областной станции переливания крови, и спросить у нее, есть ли недостаток в донорах у нас, в Днепре и по области, насколько он сильный. Знаю, что на связь буквально через несколько секунд выйдет Антонина Сердюк, а мне хочется вернуться к вопросу вознаграждения за сдачу крови. Нашла удивительную статью, не знаю, насколько она удивительная, сейчас почитаем, сколько платят за сдачу крови в Украине, много ли? Давайте почитаем. В Украине стать донором крови может каждый здоровый человек, не имеющий противопоказаний для данного процесса. Противопоказания мы читали в предыдущей студии на включении с нашим предыдущим гостем Еленой Нестеровой. Если вы не успели посмотреть, обязательно зайдите на нашу официальную страницу. С каждым днем людей, желающих сдать жизненно важную жидкость, становится все больше. Они приносят огромную пользу для системы здравоохранения страны, поскольку донорская кровь нужна практически во всех сферах медицины. Давайте почитаем. Все-таки вот, сколько платят за донорство. Назвать донорство экономически выгодным процессом довольно сложно, так как за литр крови в Украине платят всего 160 гривен. За один раз, прошу прощения, человек может сдать не более 50 мл ценного ресурса. За это заплатят около 80 гривен, как мы поняли. Чтобы заработать больше, нужно быть обладателем редкой группы крови. Зарегистрировавшись на одной из бирж в интернете, можно продать ценную жидкость по цене от 150 до 1000 гривен за литр. Помимо оплаты от Украинского банка крови, донор получит социальные гарантии, право не идти на работу в день проведения манипуляции, право на дополнительный выходной, который можно взять в любой момент или обменять на денежную компенсацию. И повышение пенсии на 10% после получения звания почетный донор. Все анализы и обследования после сдачи крови производятся бесплатно. Донор проверяется на наличие венерических заболеваний и всех видов гепатита, что является приятным, скажем так, ну, тоже своего рода финансовым бонусом, потому что в обычной лаборатории за это бы нужно было заплатить деньги. Вот такие финансовые аспекты. Ну, а я знаю, что у нас уже подключилась Елена Нестерева. Прошу прощения, Антонина Сердюк, главный врач областной станции переливания крови. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте разговаривать. Есть ли недостаток в донорах и насколько он сильный, этот недостаток, у нас по области? Ну, хочу сказать, что сегодня у нас и мирный день здоровья. Да. А понятие здоровья и донорства, я считаю, что это понятия взаимосвязанные, потому что донором в Украине может быть любой гражданин Украины, иностранец или лицо, которое не имеет гражданства, но имеет вид на жительство на территории Украины, которые прошли медицинское обследование и не имеют медицинских противопоказаний к сдаче крови и ее компонентов. Говоря о том, какая ситуация сейчас о донорстве, нужно сказать, что в последние два года, когда мы находимся в таких карантинных ограничительных мероприятиях по COVID-19, безусловно, количество доноров уменьшилось. Но это является одним из объективных таких причин снижения количества доноров, потому что донорами есть население нашей области, и они также болеют, также испытывают какие-то неудобства в связи с карантинными мероприятиями. Поэтому в 2020 году у нас практически количество доноров уменьшилось в два раза, особенно в те периоды, когда были вспышки, волны заболеваемости на COVID-19. Кроме таких объективных причин, безусловно, для каждого человека существуют свои причины того, что человек боится или не хочет быть донором, сдавать кровь. Одной из такой причин есть то, что люди боятся заразиться, считают, что когда они придут на учреждение для сдачи крови, их могут заразить какими-то инфекционными заболеваниями. Другие люди говорят о том, что я вот работаю, а меня с работы не могут отпустить в тот день, когда необходимо какая-то определенная группа крови. Еще одни люди говорят о том, что ну вот мы очень мало льгот для доноров, для того, чтобы стать донором. То есть существуют различные причины в том, что Хочется еще продолжить говорить с Антониной Сердюк. Затронули очень важную тему. Вернулась она на связь. Антонина, здравствуйте. Пытаемся перезвонить нашей гости. Хочется еще вернуться к той статье, которую я анонсировала перед началом нашего разговора. Мы сейчас пытаемся связаться с Антониной Сердюк и нас еще ждет еще один наш виртуальный гость. Итак, преимущества донорства крови. Многие считают это мифом, но донорство действительно оказывает пользу для организма. И вот несколько преимуществ регулярной сдачи крови для здоровья человека. Итак, повышение иммунитета, улучшение состояния кровеносной системы, ускорение почеварительных процессов и общее омоложение организма. Как ни странно, все мистификации, мифы насчет того, что донорство может быть вредным, на самом деле опровергаются и врачами, и в том числе нашей гостьей Антониной Сердюк, главным врачом областной станции переливания крови, который у нас на связь вышла. Здравствуйте, Антонина, еще раз. Еще раз добрый день. Ну, вы же понимаете, что у нас есть такая как бы способность нашего населения распространять различные мифы о той или другой какой-то теме. что касается донорства, я работаю в службе крови с 91-го года и наблюдаю очень много людей, доноров, которые являются постоянными донорами у нас в службе крови, приходят регулярно к нам для сдачи крови ее компонентов. У нас есть даже такой донор, ему уже сейчас 70 лет, который есть героем Украины, именно присвоено это звание для ему за донорство крови, который до сих пор является донором, чувствует себя здоровым человеком и считает, что он может дальше у него не существует на сегодняшний день медицинских противопоказаний и он продолжает быть донором. Поэтому вот эти мифы, что сдача крови, она забирает часть здоровья у людей и так далее, на самом деле это действительно остается мифами. С таких каких-то статистических данных о том, насколько донорство там улучшает состояние здоровья, уменьшает количество сердечно-сосудистых заболеваний, таких статистических данных на сегодня в Украине нет. Но то, что мы наблюдаем по нашим донорам постоянным, то действительно люди меньше болеют на сердечно-сосудистые заболевания, меньше страдают респираторными вирусными инфекциями, меньше, ну, как сказать, склонны к другим хроническим заболеваниям. Поэтому мы считаем, что донорство в некоторой степени способствует и омоложению организма, потому что для донора сдача крови это определенный стресс, а на стресс всегда организм отвечает своим ответом иммунным, повышается иммунная, улучшается иммунная система, безусловно, заболеваемость донора не такая среди донора высокая, как среди обычного населения. Поэтому мифы мифами, а донорство оно всегда остается благородной миссией и безусловно оно необходимо постоянно, потому что потребность крови она существует каждый день, каждую минуту, каждую секунду, и пополнение и понавление запасов донорской крови требует ежедневно. Антонина, но у меня последний к вам вопрос, и он такой будет из разряда ну я уж не знаю, курьеза, не курьеза, но я когда готовилась к этой теме, очень много я прочитала историй о том, что якобы с кровью передаются какие-то черты характера человека, его повадки, его иногда даже таланты, и много значит комментариев мы можем судить, мы можем понять, что люди разговаривают об этом пускай не серьезно, пускай не на всеобщее услышание, не на всеобщее обозрение, но люди как-то об этом говорят. Можете ли вы развеять, или подтвердить вот такую гипотезу о том, что с кровью может другому человеку, рецепенту передаться какие-то черты характера донора? Ну, сказать, что на сегодняшний день есть какие-то научные подтверждения тем фактам, о которых вы говорите, их на самом деле нет. Вот, поэтому, опять же, такие мифы, они и слухи, они есть мифами и слухами. Но, что хочу сказать, что кровь это живая ткань организма, человеческого организма, которая также несет генетически какие-то определенные черты человека. В крови находятся антитела, антигены к групповой принадлежности, резус принадлежности, то есть какие-то характеристики человеческого организма с кровью могут передаваться по наследству. Но то, что вы говорите, черты характера, таланты и так далее, такому научного подтверждения на сегодняшний день во всяком случае нету в мире. Поэтому это, наверное, еще есть такая область для исследования и подтверждения тех фактов, которые вы говорите. Я вас благодарю за такой критический взгляд на такие псевдонаучные гипотезы. И все-таки хочется воззвать к критическому аналитическому мышлению наших зрителей. Ну, под конец... Да, пожалуйста, Антонина Сердюк хотела бы добавить кое-что. Давайте ее послушаем. Антонина. Я хотела бы обратиться к населению нашего Днепропетровского региона, что сегодня к Всемирному Дню Донора Здоровья, к Всемирному Дню Здоровья у нас проводится благотворительная акция под девизом «Делись кровью, приумножай здоровье». За инициативой благотворительного фонда «Помогаем» и «Каяк-клуб Днепро». Мы всех приглашаем с 8 часов до 13.00 по адресу проспекта Богдана Хмельницкого прийти и засвидетельствовать свой здоровый образ жизни путем сдачи крови и помощи тем людям, которые нуждаются на сегодняшний день в этой помощи. Я вас благодарю за то, что присоединились к нам. Редактор субтитров А.Семкин